Слава Украине! Приветствуем от Полонского. Не все так, знаете, плохо. Не все так плохо. И не все так ужасно. Значит, смотрите, ребятки. Перед уходом Конгресса в отпуск, что произошло? Я сейчас даже отбрасываю все вот эти перипетии с этим законопроектом многострадальным по помощи Украине, Израилю, Тайваню и Мексиканской границе. Оставим его в покое. Дело в том, что в Америке есть... Вы знаете прекрасно, что на каждое действие или на каждое событие находятся всегда два-три закона, которые это событие классифицируют. И иногда его рассматривают по-разному. Поэтому ту же помощь Украине регламентирует далеко не один закон. А можно делать это по-разному. И вот перед уходом на каникулы Конгресс проголосовал военный бюджет, Соединенных Штатов Америки. А в этом военном бюджете есть прямое разрешение президенту Соединенных Штатов Америки давать дальнейшую помощь Украине. Причем, что интересно, что вот этот бюджет с возможной помощью Украине проголосован двумя третьями Палаты представителей, то есть Конгресса США. То есть не мытьем, так катанием. Понятно, что вот эту помощь... Тут нет экономической помощи, тут чисто военная помощь. Но, скажем так, создать нам большие проблемы на фронте враг никак не сможет. Потому что снаряды мы как получали, так и будем получать. И все запчасти как получали, так и будем получать. То есть президент сможет передавать нам необходимые военные ресурсы в необходимых объемах в качестве немедленной помощи Соединенным Штатам своему союзнику. Да, это недолгосрочное решение. И оно не настолько богатое, как то, которого мы ожидаем. Но, скажем так, на месяц-полтора, вот так, за глаза хватит. Так что не волнуйтесь, все будет хорошо, все будет нормально. И, скажем так, военная помощь никуда не денется. Это первый момент, это по Штатам и сразу же по Германии. Сегодня Зеленский, кстати, в Германии. Поехал там в Висбаден в ту самую базу, с которой, как известно, приличная часть помощи Украине уходит. Ну, видимо, они там концентрируют ее как-то и пересылают оттуда. Уже, по крайней мере, пресса говорит именно так. И вот оттуда немецкое правительство одновременно написало следующее данное, что Украине передан новый пакет помощи. Если вы помните дня о предыдущем пакете помощи, сколько я дней назад говорил? Три, четыре, даже недели не прошло, по-моему, с того момента, как я вам рассказывал о предыдущем пакете немецкой военной помощи, как уже есть следующий. И этот пакет, он, ну, мягко говоря, не похож на все остальные, прежде всего из-за ПВО. Итак, в этом пакете есть ракетный комплекс Patriot. Patriot это не одна пусковая установка, это там 8, может быть, 12 пусковых, от 4 до 12, по-моему, пусковых установок. Это база, это ракеты, это РЛС, то, короче говоря, нам передали комплекс. Это очень много. И это ракеты к этому комплексу переданы, а также запасные материалы, запасные части. Так что это очень важная вещь. Этот комплекс нам нужен кровь с носу, что называется. У нас сегодня есть, я так понимаю, две штуки полноценных комплексов. Еще там несколько дополнительных, есть несколько кусков комплекса, скажем так. Несколько дополнительных пусковых установок, но вот сейчас будет еще один полноценный комплекс. Где он будет стоять, или он будет ездить, мы не знаем, и нечего нам этого знать. В любом случае, это офигенный, ребята, плюс к нашему ПВО, я бы даже сказал не ПВО, а к ПРО. Потому что в данном случае, что касается Петриота, или вот итало-французской Мамбы, которая у нас тоже есть, речь уже идет о противоракетной обороне, скорее всего, баллистические ракеты. Вот эти два, они их сшибают. Вот, то есть, отлично, это основная часть этого комплекса. Кроме этого, значит, 9 гусеничных вездеходов Бандвагн 206. Ну, это нам и шведы передавали, знаете, они двухсоставные такие симпатичненькие броневички, которые едут по грязи, по воде, ну, им вообще все равно где ехать. Вот, то есть, абсолютная проходимость у них, и могут привезти как личный состав, так и какие-то материальные блага, так сказать. 7 390 боеприпасов, снарядов для 155-миллиметровой артиллерии. 3 беспилотные машины для разминирования территории, защищенные беспилотные машины. 14 систем обнаружения дронов. Вот это очень важно, потому что дроны, проклятые эти вот шахеды, задолбали, так что их обнаруживать, это самое то дело. 14, значит, систем обнаружения дронов. 8 грузовиков Mercedes-Benz Z, ну, это мы постоянно их получаем. Они нам по 8 штук передают, по-моему, каждые 4-5 дней. Ну, или каждую неделю, что-то такое. 4 прицепа грузовикам типа MAN, 8 на 8 колесная база. Ну, это танковые тралы, что тут рассуждать. 8 тягачей Mercedes-Benz Z, 47 тысяч выстрелов, 40 миллиметров для гранатометов. То есть, текущая военная помощь, текущий бюджет, текущий, извините меня, пакет на нужды ВСУ. Как видите, вот немцы на сегодняшний день по частоте и по стоимости пакетов военной помощи уже переплюнули американцев. И несмотря на то, что в начале войны мы от них вряд ли что-то видели, кроме карематов и касок, то сейчас, конечно, респект Германии. Тут все поменялось на 180 градусов и Германия сегодня в лидерах помощи Украине и поэтому снимаю, как говорится, шляпу. То есть, ребята, еще раз говорю, далеко не все так мрачно, как вам молюют. Дело в том, что против Украины сейчас работает ИПСО. Запущены абсолютно все консервы, запущены абсолютно все ИПСОшники. Законсервированные когда-то новые, старые в Америке, в Украине. Те, что побежали, бегунки всякие, смылись с Украины, куда-то там в Штаты, на Запад. Все они сейчас запущены, все они сейчас в ходу с тем, чтобы помочь Вове Пу навести ужас на украинцев. Ребята, не ведитесь, вас просто обманывают. Когда на вас наваливается вот такое мощнейшее ИПСО, смысл которого только показать вам, что Украина больше никому не нужна и сегодня плохо, а завтра будет еще хуже, это значит только одно, что все плохо как раз у них, раз им так срочно захотелось переговоров. А для этого нужно сломать вас, чтобы вы подействовали на Зеленского, чтобы Зеленский согласился о чем-то поговорить с этой пляшивой сволочей. Субтитры создавал DimaTorzok